И ещё раз о символах. Натюрморт. «Стиллейвен» – «Тихая жизнь» по-голландски, или «Штиллибен» по-немецки. Символика голландского натюрморта стала предметом споров интерпретаторов, иногда доходивших до абсурда. Тем не менее, искусствоведы сходятся во мнении, что, положим, в XVII веке некая скрытая символика была, а к XVIII веку она потихоньку уходит, чтобы возродиться в другом качестве у символистов уже конца XIX века. Современный же натюрморт во многом потерял не только скрытый смысл, но часто и первичный. То есть, современные постановки натюрмортов стали настолько формальными, что мы имеем дело с случайным набором предметов из бедненького метод-фонда. Всё располагается в нереальном пространстве, какие-то свисающие, непонятно зачем и откуда, драпировки, предметная плоскость. А если чуть сбоку, так и прочий хлам мастерской, стулья, мольберты видны. Где это всё в жизни-то? У кого-то, что там, драпировки дома на стенах пришпилены, и чайная разбитая чашка, или чайник без крышки соседствует с красным помидором, ну или восковым муляжом, если точнее. Ну нет же, тут уж не до символов. Но это не значит, что старинный натюрморт был такой же бессмысленный. Просто разгадывание символов – это другой уровень исследования и восприятия. Закладывал художник 17 века этот второй смысл, или не закладывал, да неважно. Это интересная игра, которая началась давно, возможно, в процессе создания картины. Да, предметы в натюрморте могли быть собраны просто по тематическому принципу, да, какими-нибудь курительные принадлежности. Или как статусные объекты, демонстрация достатка. Или просто как интересные сочетания объёмов, форм, фактур или цветовых пятен. Второй смысл мог быть подтянутый попозже, на основе тех же эмблематических сборников, которые печатались огромными тиражами в Голландии 17 века. Их печатали не художники, а, скажем так, литераторы от искусства. И этот второй смысл мог повысить картине стоимость. Ибо это уже некое философское высказывание, а не просто иллюзорно написанный натюрморт в золотой порочной или широкой тёмной раме относительно неглубокого багета какого-нибудь. Такая картина висит чуть выше уровня зрения, слегка с наклоном. Ну, как зеркало, похожее раме, где-нибудь тоже чуть правее по стене. А так вешали зеркала, как у Вермеера на картине «Урок музыки». В зеркале отражается стол посреди комнаты, бокал там, виноград, лимон, нож с ручкой из красного дерева. Тёмное пространство картины с выхваченными светом предметами тоже напоминает зеркало. Тут как будто тоже отражается стол в сходной перспективе, бокал с пивом, табак, фитили, трубка, орехи, предметы которых нет. Но заявленная роль отражения делает их почти реальными. Для интерьерной картины такого фокуса было вполне достаточно. Или нет? Это же из разряда развлечений. Ну, кто-то как завороженный смотрит на сменяющиеся красивые картинки на экране, как фоторамка с пейзажами. А кто-то нет. Кому-то подавай что где когда или свою игру. Ну, ладно, какой-нибудь пуля чудес хотя бы. Ведь хозяин вполне может, раскурив трубку и положив в рот ягодку винограда, пуститься в рассуждение о скрытых смыслах, предлагая гостям включиться в разбор этого ребуса. И мыслящий гость с удовольствием подхватит это. Так что поиск скрытых смыслов мог быть вообще не связан с идеей художника. Он нарисовал, возможно, просто предметы. Здесь один, а здесь вот другой какой-нибудь предмет. Его уровень образования, положим, не позволил ему вложить стройный второй смысл в картину. Но, возможно, этот смысл увидел богатый бюргер. Увидел еще на стадии покупки. Поэтому вот этот натюрморт он купил, а не вот этот. А потом искусствоведы стали играть в эту индуктивную игру, правильно или нет, разгадав или приняв ошибочные значения за основу и придя к неверным выводам. Да неважно. Утверждать, что символики не было неверно, поскольку символ, знак, ну, наряду с речью и письменностью, издревле был одним из способов передачи информации, ну, и как следствие, вообще понимание мироздания, миропорядка. Собираем обычный ученический натюрморт. Затененная ниша, серая плита, имитирующая камень. Крупный светлый округлый объект – это центр. Яркое пятно – чучело птица на подставке. Поддержка красному акценту карты с красным рисунком. Выступающие вперед над столешницей. Усложнение пространства. Эффект 3D. Они дают длинную тень, которая как раз поддержит взятый вертикальный формат. Писали в несколько сеансов по мелкозернистому холсту, кто-то по картону. Писали по белому грунту с тоновой монохромной темперной прописью. Основной живописный слой, ну, как обычно, тени прозрачные, лисировочные краски, земли, использовали кроплак. На светах более плотные и холодные замесы на основе титановых белил. Традиционная ограниченная палитра. В данном случае она усилена кадмием жёлтым и красным для акцентов. Лисировки, скорректировали контуры, добавили деталей, ну, вроде тех же рисунка карт, да. Ну, а что же насчёт символов? Ну, раз в натюрморте череп, конечно, без символики-то никуда. Это знак смерти, бренности бытия. И противоположный символ яйцо, намёк на зарождение жизни. Таким образом, череп и яйцо – жизненный путь от рождения до смерти. Череп в более общем понимании символ тщетности существования. Ну, как логотип со слоганом «Ванитас ванитатум, а то мне ванитас», «Всё суета сует», это понятно. С картами тоже просто, это персонификация наших низменных страстей, пороков. Вполне традиционный символ голландского натюрморта. Ну, можно ещё нумерологию подключить и посмотреть, у кого что вышло. Там семёрка, пятёрка червей. Птица, попугай. Смотрим сборник знаков символов, эмблем. Может символизировать непорочность, что, в общем, неплохо подходит в нашем случае. Смерть как центр и ось весов между грехом и добродетелью. Но попугай также вполне логично ассоциировался и с подражанием, повторением без понимания, без осмысления, что просто попадает в точку, ибо перед нами не что иное, как имитация натюрморта «Ванитас» 17 века. Существует латинское крылатое выражение, искусство есть подражание природе. Часть этого изречения «Омнис, арс и метату эст» вполне можно использовать. Значение фразы меняется в нужную сторону, обнажая смысл, зашифрованный в символах. Ну, просто чтобы добраться до этого самого второго уровня восприятия, до сюжетов и символов, желательно бы пройти первый. Надо хорошо, убедительно, сложно или просто, одним словом, вкусно написать всё это. А философствовать уже потом.